Параметры государственного и республиканского бюджетов Абхазии на 2023 год определены на основании индикативного плана социально-экономического развития республики. При формировании доходной базы учитывалась оценка исполнения республиканского бюджета за 2021, ожидаемые итоги социально-экономического развития текущего года, а также итоги исполнения республиканского бюджета за 9 месяцев 2022-го, подчеркнул министр финансов Владимир Делба. «23 год предлагается определить в объеме 12 миллиардов 500 миллионов рублей, по уровню расходов 14 миллиардов 200 миллионов рублей. Соответственно, определяется дефицит в объеме 1,7 миллиардов рублей. Я сразу хочу сказать об уровне дефицита. Это на самом деле не критический уровень, достаточно безопасный, но, тем не менее, дефицит на сегодняшний день присутствует». Источниками финансирования и дефицита бюджета определены кредиты от Национального банка Абхазии и другие. Общий объем доходов республиканского бюджета на 2023 год планируется в сумме 9 миллиардов 622 миллионов 244 тысяч рублей, включая финансовую помощь Российской Федерации. В целях социально-экономического развития Абхазии – 3 миллиарда 734 миллиона 689 тысяч рублей. В целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации инвестпрограммы на 2023-2025 годы – 1 миллиард 215 миллионов рублей. И на финансирование мероприятий государственной поддержки отрасли экономики программы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы – 180 миллионов рублей. Общий объем расходов республиканского бюджета на 2023 год планируется в размере 11 миллиардов 298 миллионов 118 тысяч рублей. В целях сбалансированности местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов 1,6 миллиардов рублей будет направлен на поддержку местных бюджетов и внебюджетных фондов. Я здесь особо хотел подчеркнуть, что из общего объема в 1,7 миллиардов рублей 1,6 миллиардов направляется на поддержку территории. То есть республиканский бюджет, не давая возможности оставлять территории дефицитными, берет на себя эту нагрузку. В этой связи тоже особо хотел бы обратить внимание, что повышается роль местных органов управления по управлению финансами территории. Здесь очень важно, потому что прибегать к заимствованию, конечно, не хотелось бы, поэтому здесь необходимо проводить постоянный мониторинг за поступлениями, снижать уровень задолженности, следить за остатками средств, чтобы они могли компенсировать дефициты. В структуре расходов предусмотрена реализация 16 ведомственных целевых программ на общую сумму более чем 770 миллионов рублей. Среди которых система фото- и видеофиксации на дорогах первый год в объеме 40 миллионов рублей, на развитие сельского хозяйства 100 миллионов, на модернизацию бюджетного учета 90, на поддержку малого и среднего предпринимательства 50, 9 программ в системе Министерства здравоохранения на общую сумму 384 миллиона рублей. Я здесь особо хотел бы подчеркнуть, что учитывая опыт текущего периода и прошлых лет, мы обратили внимание, что необходимость увеличения ассигнований на приобретение медикаментов, на оборудование, медицинские инструментарии и других сопутствующих материалов в системе здравоохранения постоянно растет, и мы в этой связи предлагаем расходы на эти цели, программные расходы увеличить. Соответственно, увеличиваются расходы и на лечение граждан за пределами Республики Абхазия, и увеличиваются расходы по программе кадрового обеспечения системы здравоохранения. Следующие программы создания единой системы информационных ресурсов и базы данных в объеме 50 миллионов рублей, освещения на госязыке в средствах массовой информации деятельности органов госвласти 4,2 миллиона рублей. Кроме того, в 2023 году под финансовое обеспечение предусмотрена реализация мероприятий в сфере просвещения культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, общий объем которых составит более 129 миллионов рублей. В 2023 году расходы на общегосударственные вопросы составляют 2 миллиарда 674 миллиона 682 тысячи рублей. Национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 1 миллиард 924 миллиона 715 тысяч. Культуру и искусство, средства массовой информации – 376 миллионов 908 тысяч рублей. Физкультуру, спорт и молодежную политику – 103 миллиона. Социальную политику – 331 миллион 860 тысяч рублей. Межбюджетные трансферты – чуть более полутора миллиарда. Образование – 569 миллионов 557 тысяч. Здравоохранение – 969 миллионов 124 тысяч рублей. На проведение мероприятий в честь 30-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии выделено 150 миллионов рублей. Финансовое обеспечение расходов на ремонтно-восстановительные работы по перечню объектов, которые удверждаются решением правительства – 250 миллионов рублей. На компенсационные затраты при строительстве завода полимерных труб – 56 миллионов рублей. На поддержку энергетической отрасли в объеме 150 миллионов рублей. Здесь прямое финансирование по поддержке РУП «Черноморэнерго» на развитие этой отрасли. И сегодня это осуществляется. В текущем году предусмотрено уже с учетом поправок, которые внесли вчера на заседании. 175 миллионов рублей. Прогнозируется 150 миллионов на следующий год. 3,3 миллиона рублей на поддержку РУП «Почта Абхазии». Расходы на государственную целевую программу жилища в 2023 году увеличены на 50%. Ранее, в 2022, на реализацию программы было выделено 40 миллионов рублей. Таким образом, сумма сейчас составит 60 миллионов рублей. Делба добавил, что за государством сохраняется финансирование всех социальных обязательств, включая выплату пособий. Объем составит 212 миллионов рублей. В настоящее время такой бюджет фонда, как бюджет пенсионного, получил поддержку в текущем году из республиканского бюджета 160 миллионов рублей. Вчера принята поправка, которая позволит еще направить туда 20 миллионов рублей. Мы знаем, что 2020 год принес значительный дефицит пенсионному фонду, и вот эти последствия до сих пор еще не локализованы. Поэтому хотелось бы побыстрее, чтобы там финансовая ситуация стабилизировалась. И на 2023 год планируется 140. 140, о чем это говорит? Дело в том, что в 2022 году повышается заработная плата отдельным категориям работников госучреждений, что, несомненно, повлияет на уровень доходов пенсионного фонда. Тоже увеличится объем поступлений. Исходя из этих соображений, мы предложили 140 миллионов рублей. Полагаю, что этот объем вполне достаточен. В рамках заседания говорили и на тему медицины, и внедрения контрольно-кассовых машин. Считаем, что Минздрав уже должен быть один из индикаторов доходов республиканского, ну вообще государственного бюджета. Соответствующие поручения Минздраву были даны официально. Ну, мы так полагаем, что над этим ведется работа. Об этом информировал и министр здравоохранения, в том числе и в парламенте, что какая-то работа ведется. Наверное, там есть некоторые объективные обстоятельства, но все-таки, я полагаю, они, наверное, незначительно могут повлиять на ход этих событий. По платным медицинским услугам понимание у Министерства финансов следующего образа. Значит, есть потребность за счет бюджетных средств приобретать высокотехнологичное, там, наукоемкое оборудование медицинское. Но мне кажется, что одновременно это надо делать с легализацией платных медицинских услуг. И об этом тоже мы часто говорим, о том, что приобретенное медицинское оборудование, другое имущество за счет бюджетных средств, оно оказывает, через нее оказывают платные медицинские услуги. Поэтому, чтобы вот эта взаимосвязь была обратная, бюджетные деньги тратятся только в том случае, если мы видим обратную связь. Конечно, не по всему спектру оборудования. Как говорится, есть такое оборудование, которое, наверное, не может приносить доходы медицинскому учреждению. Но есть такое, которое и реально может, и приносит. Вот такая вот у нас на этот счет позиция. Расчетно-кассовые аппараты работали, было бы совсем другое. Были бы начальные формы платной медицины, настроение тоже было бы другое у граждан. Не Минфин сталкивается с проблемами и в здравоохранении, и в образовании, и в науке, в культуре, в спорте? Потому как сколько зарплат мы получаем, сколько зарплат получает один человек? Владимир Владимирович, или я не о том говорю? Да, совершенно верно, об этом. А тут как? Тут можно? Владимир Владимирович, можно? Расчетно-кассовый аппарат нельзя. Платную медицину нельзя. Не платить за электроэнергию можно. Вот сколько вопросов надо нам привести в соответствие с законом. Очень много. Это делать нам с вами, сидящим здесь, руководителям прежде всего. Огромная задача перед Министерством по налогам и сборам, перед Таможенным комитетом, перед всеми другими администраторами. По бюджету есть масса поручений президента, которые надо выполнять. Эти поручения от граждан приходят каждый день, которые надо выполнять сегодня. А без устойчивого бюджета, без наличия реальных средств, сегодняшних и перспективных, это невозможно сделать. Мы же не можем регулировать стихийные процессы, которые связаны, да? Град, дождь, ветер. Это 2021 год показал нам свой характер. Кроме ковида, стихия, сейчас в Ачамчирском районе очень большие проблемы. А на какие средства все это делать, если не быть уверенным в устойчивом поступлении доходов, в том числе и дополнительных? Как сказать гражданам, у нас нет денег, живите как хотите? А что отказывать людям в лечении за пределами Абхазии? Сказать, что у нас нет денег, это возможно, Владимир Валерьевич? Сайдирин, это возможно. Ну и отказывать в оплате за обучение. Мы можем себя так вести? Я говорю о том, что вы знаете, с чем вы живете каждый день, все сидящие здесь и не находящиеся здесь. Поэтому мы пытаемся выстроить эту работу. Кабинет министров также одобрил проекты законов о бюджетах на 2023 год с шести внебюджетных фондов. Пенсионного, фонда инвалидов Овна, обязательного медицинского страхования, фонда репатриации, социального страхования и охраны труда, а также дорожного фонда. В следующем году планируется увеличить некоторые социальные пособия, выплачиваемые фондом соцстрахования. Размер единовременного пособия за рождение ребенка работающим родителям с 13 до 22 тысяч рублей, неработающим с 10 до 17 тысяч. Также будут увеличены пособия на период отпуска по уходу за ребенком с 3 до 7 тысяч рублей. Кабмин внес изменения в межведомственную целевую программу развития демографии на 2022 год. Изменения касаются назначения и начисления единовременной денежной выплаты в размере 100 тысяч рублей семьям, постоянно проживающим в Абхазии при рождении третьего и последующего ребенка абхазской национальности, родившегося в четвертом квартале 2020 года, одна семья, родившихся в 2021 году при условии обращения за выплатой в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка, родившихся в период с 1 января по 31 декабря 2022 года. Решением Кабмина 11 граждан Абхазии репатрианты освобождены от выплаты стоимости жилья, переданного им в частную собственность из Государственного жилищного фонда. На заседании Кабмина также были рассмотрены земельные вопросы.